Всем привет! Вновь в студии в магазине SPAR, жусь с ним, вновь продолжаем кулинарный эксперимент и сегодня со мной будет экспериментировать очень хороший человек, давайте я его прямо сейчас представлю, это Игорь Зайцев, руководитель народного фольклорного ансамбля Лехническая Слобода, что я правильно сказал? Да, блин, вы поназываетесь нахрен, потом вас фиг выговоришь, ладно, хорошо, здорово, блюдо, которое мы сегодня с тобой будем готовить, я сам нашел, называется оно фруктовый суп, Ты, я так понимаю, вообще готовить, ты вообще готовишь? Нет, я готовлю, конечно, но суп у меня не очень получается, а чего лучше всего получается? Ну, больше, как бы, такие мясные блюда, самое мое любимое блюдо, которое я готовлю и любит моя жена Светлана, это макароны по-плоцки Макароны по-плоцки, ну, ладно, в следующий раз тебя позову для того, чтобы суп приготовил нам макароны по-плоцки, сегодня мы будем готовить фруктовый суп, отправляемся за продуктами, сейчас вернемся Так, ну, давай, нам главное самое найти, короче, штук, раз, два Я выбираю яблоки так, ну, вот это очень вкусно По запаху? Да А чем должны пахнуть яблоки? Яблоками Да? Ладно, хорошо Яблоками пахнуть Ну да, давай, еще одно И нам хватит, я думаю, для супа Да, все Ты вообще как к приправам относишься? Есть ли какие-то предпочтения? Положительно, положительно Предпочтения приправные есть? Ну, вообще, конечно, летом лучше готовить все из зелени, добавлять Свежие, да? Да Да, ну, в нашем регионе не растет, допустим, такие интересные предпочтения, как карьицы Да, и вот это все И тем более у нас не растет кинза, мы, как бы, стараемся, конечно, женой брать вот Крахмал Но, но когда есть период, летний период, то тогда так А, вот крахмал, картофель Так Сколько процентов? 20? Я не знаю, но вот надо, да, до 20 надо Надо пожирнее, чем жирнее, тем лучше, говоря Ну, давай Ладно, возьмем столько Килограмм На 22 килограмма надо буквально пару ложек Меньше нет, а? Меньше нет Да, ну, а что делать? Ладно, все, все продукты куплены, возвращаемся в студию Вот, все у нас куплено, на самом деле немного продуктов нужно, да и суп достаточно легкий Вообще, говорят, он, как сказать, не калорийный, типа, да? Когда худеют Не калорийный, да Схема простая Сейчас мы все эти яблоки с тобой отделяем от кожуры Отделяем от всяких косточек, от всего прочего Режем кубиками, можно крупными, можно мелкими, кому как удобней Потом все это дело у нас сварится Добавляется корица, крахмал, сахар и как бы Поготовки по вкусу сливки Ну, сейчас, в общем, будешь пробовать Давай, погнали Основная суть, почему тебя позвал Ну, конечно же, это никакой не суп Суть, хотелось бы с тобой поговорить Вот этот ваш ансамбль народный, фольклорный Под названием Верхневудинская Слобода Был основан когда? Он был основан 10 лет назад Вообще, как бы, Верхневудинская Слобода Образовалась от ансамбля «Забавушка» Это в 2000 году ансамбль «Забава» В лице Николая Борисовича Осипова И замдиректора «Забавы» Галины Владимировны Организовали детскую фольклорную студию «Забавушка» Детскую Детскую, да Постепенно это все переносло Да, и постепенно ребята, те, которые занимались, приходили, занимались Росли, выросли И уже, как бы, сами уже с рукой Туда занимались Мы все взрослые уже Горшки, извиняя, чуть похоже Пора было к чему-то взрослому переходить И вот Решили и создали коллектив Назвали его «Верхнеудинская Слобода» От названия города Верхнеудинская Ну, понятно, понятно Это было 10 лет назад Да, это было 10 лет назад И вот на следующий год Будет 350 лет Это будет большая, огромная юбилейная дата нашему городу И вот мы будем работать там Да? Да И вот, кстати, недавно буквально За 10 лет каких успехов достигли? Ну, ребята были неоднократно лауреатами получали Гран-при брали во многих всероссийских фестивалях Ездили и в Китай на фольклорные фестивали То есть, буквально 10 лет хватило, да, чтобы вот Какое-то, ну, что появилось Вообще, сколько вот для, как тебе кажется, для народного коллектива Сколько времени должно пройти, чтобы, ну, появился уровень, как бы, да, то, что уже можно Ну, это зависит, во-первых, это зависит от руководителей Как бы, как бы, и зависит все от детей Ну, у вас, у вас все сошлось, да? И дети, руководители хорошие Да Вот недавно ты мне рассказывал, вы в Чите заработали Да Вот недавно мы приехали с Читы, где мы принимали участие Первый, первый фестиваль, это был региональный фестиваль общего войскового казачьего общества казаков Забайкалья Как ты это все запоминаешь? Так Так Когда постоянно на слуху там говорят, говорят И, получается, мы взяли диплом второй степени среди сорока коллективов Это регионов Иркутской Из сорока вы стали вторыми? Да Вы перетанцевали, что вы делали? Мы работали, там, да, у нас было акапельный номер Угу Два акапельных номера и один вокально-хореографический Ну, я, как бы, сейчас я в чистой хореографии, как бы, я не работаю Я работаю в фольклорной хореографии Все понятно Так более мне интересно, как бы Ты, вообще, сам долгое время, я знаю, занимался в Забаве Да, я, как бы, в 99-м году я поступил в Академию культуры и искусств И в 2000 году был первый юбилей, такой большой юбилей 10 лет театру Забава Сейчас он называется Театр народной музыки и танцы Забавы Тогда он назывался Муниципальный фольклорный ансамбль Забава И особо ничего не поменял Да, да, да Если бы ты поменяли, ну и ладно И получается, тогда я поступил на первый курс И в октябре месяце пришла Ирина Михайловна Кулиева Замечательный человек, это очень хороший балетмейстер, хореограф И вот она сказала, что ей нужно молодые люди, европейской внешности Для создания Да, не то, что для создания И как бы она, когда меня выбрали, меня и еще одного молодого человека Я сначала спросил, а для чего? Вот для хореографической группы ансамбля Забава У меня была такая гордость Я приехал домой, зашел Мама спрашивает, а чего ты такой сын веселый? Я говорю, мама, меня взяли в Забаву Да ладно, да? Мама, мама сначала не верила Ну, мы ходили, мы, я после, с девяти до шести в академии С шести до двенадцать, до полдвенадцатого, до одиннадцать часов вечера Ты Света Белого не видел? Нет, это постоянно работа, 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 работа Вот такой у меня еще вопрос, как попасть к вам в Слободу? Вот как, как участник, я например, вот я хочу танцевать с детства Ну, вы можете, Сергей, прийти в сентябре месяце к нам Хорошо, там будет отбор какой-то? Да нет, конечно, там отбора нету Нет отбора? У нас, нет, у нас такого Все, кто хочет Да, если, допустим, есть слух, да даже если слуха нет Научите любого Да, вот у меня принцип такой Умеющим можно и обезьяну научить танцевать и петь тоже Главное, чтобы у человека было желание и проблем не будет никаких Всех приглашаем, да? Когда в сентябре у вас набор? Да В сентябре всех приглашаем, кто хочет научиться танцевать или петь Или кто вообще болеет хоть как-то русской культурой Именно вот этим вот духом, да, того времени Где адрес? А, это находится, адрес находится Буйко 2А Муниципальное учреждение городского культурного центра Вот, все, Игоря увидите там, сразу за ним постиком Он приведет в нужное место, я думаю А, конкретно, вот, ну, не секрет, все равно, все артисты, да, там, как-то выступают Вас как-то можно позвать выступить? Да, пожалуйста К кому обращаться-то? Вот по тому же адресу? Ну, конечно, Буйко 2А, пожалуйста, Верховническая свобода Верховнические слова, да, все ждем Ну что, мы начинаем все это дело скидывать И у вас буквально уже скоро все будет готово Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, собственно говоря, у нас готовы, в общем, наши два супа Ну, наш большой суп, и вот две тарелочки мы наложили, наклали Как правильно? Наклали? Наклали Наклали, в общем-то Положили, наклали Положили две тарелки супа Сейчас мы все это дело будем пробовать, но прежде чем мы это все дело попробуем И удивимся, насколько это вкусно Игорь, по традиции, вот в эту камеру, вот в эту камеру Говори какие-нибудь слова, пожелания, можешь привет передать кому-нибудь Ну, вот все, что вздумается в голову телезрителям нашим Да? Да Хорошо, ну, во-первых, я хочу поздравить ансамбль Верховническая свобода С почетным вторым местом в региональном конкурсе «Казачий круг» и всероссийском Среди 40-45 коллективов мы были вторыми Это была очень-очень, конечно, такая напряженная борьба, я хочу сказать Ну, ребята молодцы, они все выдержали Настоящие бойцы Да, настоящие казаки Да, настоящие казаки И казачки Ну, мы будем готовиться, будем достойно представлять свою республику на фестивалях, на конкурсах И, во-вторых, я хочу передать, ну, конечно, привет моей супруге Светлане Своей маме и своей сестре, которая приехала с Ростова на Дону в гости Ну, конечно, своему брату Николаю и супруге Ирине Короче, всем, кто меня знает, привет Все, давайте начинаем разживать Всем спасибо за просмотр Надеюсь, вы это приготовили вместе с нами Фруктовый суп Яблоки очистить от кожуры и косточек Нарезать кубиками Залить водой Варить до момента, пока они не станут мягкими Убавить огонь Добавить сахар и разведенную в стакане холодной воды столовую ложку крахмала Варить еще минут 15-20 После остудить Корицу добавлять по вкусу Имидж ведущего Салон Красоты Секрет Улица Жуковского, 7 Телефон 575-575 Салон Красоты Секрет Субтитры сделал DimaTorzok